здравствуйте уважаемые подписчики у нас сегодня интересные гости люди которые наверное очень любят красить других людей разные цвета и создавать при этом небольшой боль среди них есть маклауды но все эти термины я думаю мы сегодня расшифруем с нами даниил сергей оба балаковцы да я правильно сергей остался здесь балакова развивать то что я вам сказал даниил уехал москву его бы они профессиональные пейнтболисты всем привет привет ну давайте начнем для с обычных вопросов это что такое вообще пейнтбол ну не на там в историю копаться никуда кто там первый друг друг кинул катушек все-таки откуда он пошел кратко если можно вы как специалисты сергей наверно ты нам расскажешь ну пейнтбол как вид спорта и как развлечение зародился в америке довольно таки там в 90-х годах получил свое уже так сказать толчок к развитию и очень активно развивается именно в сша за рубежом у нас тоже пропагандируется и точно также признан видом спорта то есть он не есть свой номер конечно официальный да 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 все как положено как у всех официальных видов спорта есть и разрядная сетка и свои судьи то есть там все по правилу как говорится это уже мастер международного класса я то не на разряды я не подавал хотя в соревнованиях участвовал места завоевывали составе команды нашего клуба да и не соответственно начинал пейнтбол точно также у нас в клубе играл с нашей командой впоследствии уехал соответственно москву жить и работать и там уже продолжил свою деятельность в рамках пейнтбола ну пейнтбол принципе что значит в принципе пейнтбол это вид спорта тактический прикладной в котором люди стреляют из маркиров оружие для метания вот этих вот снарядов краской шариков с краской и красит друг дружку именно этими шариками попадание то есть наличие краски поражение краски нет играем дальше и вот такие ну это очень грубо очень поверхность соответственно спортивной пейнтболе там очень жесткие правила в тактическом или прикладном пейнтболе там помягче все это немножко то есть и есть наказание за нарушение правил за затирание за все остальные такие вещи игру в пораженном состоянии вот в обычном пейнтболе то есть развлекательном конечно там все намного мягче отношения к этим моментам помягче да главное чтобы люди кайфовали спортивный пейнтболе там конечно соответственно судьи все это отслеживает за нарушение все наказывают балаков давайте ваша команда вы только как называется команда балаковская называется брат волка и находит находитесь мы на базе кафе и дым у нас там площадки тренируемся у своем рассказе ты затронул тактические есть спортивные но я так понимаю это маневры да и тактически какие-то есть применение техники ну да есть спортивные тут люди видели все надувные фигурки люди что-то там друг друга поливать значит да между тактическим спортивным пейнтболом есть огромная разница как в площадках потому что в спортивном пейнтболе там стандартизированное поле четкое количество фигур четкая раскладка по полю все симметрично все до сантиметра выверено чтобы ни одной стороны не было никаких тактических преимуществ по старту грубо говоря и ровно облаку есть такая площадка пейнтболе до балакова есть площадка на летнем там атомная сделала площадочку что-то похожее мы им помогаем точно также периодически по судейству вот и соответственно по расстановке поля там есть конечно чем работать но это отдельная история в тактическом пейнтболе площадки больше соответственно фигурам подход более лояльный то есть какие-то укрытия особенно если это большие маневры то это большие площадя задействованы там по несколько гектар техника большое количество людей и тактически большие маневры больше конечно развлечений а балаковская команда принимала таких маневрах когда-то давно до принимала в последнее время мы особо не ездим никуда потому что подразъехались люди ожидаем опять-таки набираем новых людей и сразу попасть а всех блага любого желающего в принципе даже наша команда есть своя история и свои победы и конечно и взлет падения как и у любого сокола как горит вот и у нас из балаков довольно много игроков которые уехали здесь они как получили общее представление понятия какие-то навыки какой-то старт определенно получили уехал уже соответственно в москву где есть больше шансов для развития это безусловно не поспоришь с ними там и команд больше и тренера и площадки более профессионально все это сделано мы плавно перешли к данилу да как раз да вот они там уже путь ты расписываешь ну я так понимаю все равно у тех кто занимается пейнтболом давно основное направление это спорта именно вот это регламентированный международный до стандарт то есть вот эта тактика маневры ты такой чил да те кто амбициозные хотят каких-то достижений грамоты медали все остальное и развитие более качественное то да это спортивный пейнтбол потому что тактически это больше развлечения соревнования одно время в россии была такая российская тактическая пейнтбольная лига в самаре организованная мы тоже не участвовали из нее очень много спортсменов именно ушло потому что какой-то момент времени она начала набирать обороты довольно таки мощно участвовала не помню помощь мы принимали сколько команд 15 наверно приехала к нам здесь на таксической площадке 15 команд этому с утра начали и поздно ночью закончили грубо говоря играть и соответственно то есть она набрала обороты произошел качественный грубо говоря скачок и люди из токсической лиги начали уходить понимаю что здесь уже как бы роста уже никакого не будет только вот в этом федерации есть она давно существует то есть также 90-х годов федерации существует она работает в какой-то степени помогает но в основном вот региональные клубы региональной федерации они более автономны саратове у нас есть или саратове есть отделение федерации контактируем с ними но сейчас пока работа очень слабо ведется потому что работа ведется очень слабо то есть ну разряды вам сейчас присваиваются да конечно разряды если есть желание участвуешь формировали в соревнованиях получаешь места золото грамотные медали подаешь заявочки то есть только мы сники мастера поэтому в саратове да у нас есть кстати мне кажется я не уточнял просто как бы я не особо в этом плане саратовских не знаю я знаю что в москве получают ну а у тебя вот спортивный есть я не подавал не подавал но получается мне чтобы получить мастера спорта но это уже быть международного класса потому что мы сейчас выступаем на мировой арене наш клуб на мировой это где он по большей части в америке сша и и вот до сих пор то есть пока мы тут да да все федерации работают вся федерация работает федерация помогает да у нас есть сборные проводятся соревнования между сборными мы играем на мировой арене но не как сборная а как клуб но представляем и соответственно нашу страну и это единственная команда кто сейчас может это себе позволить ну то есть так среди ребят то есть вот никакие даст в рамках современной ситуации которые не проблем нет из-за него с приглашают видишь не спорта победил спорт это спорт да и все нас поддерживают и все так дом добрый к нам относится на него я движу затем маркер какой-то да вот этот именно той да нет нет местному покажи вот для людей чтобы было понятно что это вообще как устроено для рядового обывателя да присаживайся что это за страны ну объясни из чего что за камеру поднитесь пожалуйста с камерной вот камеру так наш снимает значит маркер пинтбольный электрические компании дай маркер электронный включается с кнопочки загорится лампочка загорелась нам не обязательно включать то есть еще он стоит и как принцип его работы пресс по работу простой на включил нажал на курок стреляешь но по сути эта штука сюда засыпается шарики называется фидер это баллон он подает воздух соответственно одно без другого не работает при за баллон это сколько давлению у него 3000 пси в основном ну либо тут да то есть остальное 200 от 200 до 300 атмосфер соответственно в спортивном пинтболе есть определенные правила искал сергей и у нас есть определенная скорострельность это 10 с половиной выстрел секунду то есть она достигается за счет разгона пальцами бурка вот так вот это уже идет 10 с половиной больше нельзя меньше пожалуйста но меньше если будешь меньше стрелять ну значит давление да вот и соответственно ствол прицельный примерно дистанции на которой можно поразить шарик разом он он простреливает все поле спортивное спортивное поле 45 метров 45 то есть эффективная стрельба 45 можно больше есть одну навес поняла шар разобьется конца я знаю хороший шар понятно есть что-то плохое есть что-то хорошее как и маркера да есть да есть турнирная краска есть прокатная краска есть тренировочная краска вот турниры турнирная краска она разбивается практически в 99 процентах случаев соответственно тренировочная уже имеет меньше процент процентов 50 60 наверное но это все-таки для оттачивания мастерства а прокатная краска ну я думаю также процентов 50 40 имеет а что внутри боевого шарика краска желательно 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 полиэтилендриколь желатиновый шарик внутри пэк с красителем пищевой принципе можно даже ну а вот так можно сюда не содержит конечно но если ты так сделаешь ну как сказал сергей и судья который за тобой смотрит и он тебе выпишет штраф называется пенальти вместе с тобой выведут еще двух а то и трех твоих с команде в спорте понятно жилды был динай уже нету потому что иначе в спорте не были а вот среди на любительских сильно такой прогноз есть до практикуется скажем так это нелегально скажем так если вдруг кто-то из игроков рассказывает историю про затирание я знаю одного человека которого есть друг который рассказывал мне что у того есть знакомый который когда-то затерся это страйкболь я знаю их называть маклаудами ну я сам страйкболом занимался тоже у нас лечится так у нас берется пулеметчик 150 тюном подходит к ляшке начинает очень долго жать гашетку вот ну как бы вроде уже лечится это на второй или третий раз у вас как внутри тусовки принято скажем так у нас вообще не принято есть ну краска краска видно то есть нельзя отмазаться того что ты вот затем что потому что автор она даже видно будет это уже вот один раз не стер уже не снизма да в принципе точно также заливает то есть видит человек если сидит ну залью те маску краской ты ничего не видишь ну и что-то дальше будет дело ну а так в целом в целом как бы народ очень с пониманием к этому вопросу относится как бы ну раз-два потом объясняют просто на словах этого достаточно потому что игра заключается в том чтобы ты победил правильно и тогда ты получаешь от игры должное удовольствие а если ты побеждаешь с нарушением правил и в отношении тебя точно такие же могут действия провести будет потом очень больно еще и проиграть и правила нарушил и перед ними обосрался и еще и проиграл да что ж такое поэтому как-то поэтому как-то игроки в основном не нарушают то есть это достаточно редко встречающиеся явления но бывают случаи что например вот например на спорте бывают случаи что попадают шары в такие места которые ты просто не чувствуешь например там баллон ты еще видишь фидер передняя часть например вот здесь вот место такой вот очень нехороший в том плане когда туда попадают взгляд чуть выше направлен шары разлетают вот краска разлетается и пятно который там остается ты не можешь его посмотреть просто так а а попадание в маркер или баллон или фидер это тоже выбывает они же в любое место вообще в любой сша в принципе если в любительском пенболе там можно договориться как может быть до 20 попаданий в голову без проблем но главное все были в курсе на спорте попадание в любую часть носимого оборудования даже вот тубы носит собой да в тубу попадает не прочувствовал момент не услышал щелчок бац и вывели хорошо если просто вывели если ты побежал еще стрелять с этим делом тебе да ну нет не сказал зачем вам фуан до один за одного то есть это и тебя вы это еще одного игрока но вот сечка как например ну там растяжку рассекся и удался рома пятно судьи суде ну как бы высоко качественные высококлассные у нас особенно вот там где мы играем на мировой арене это все видно то есть когда у тебя это брызги просто и либо когда у тебя это попадание судья даже вот ты когда забираешь поймать нажимаешь на кнопку соперника судья есть ты можешь этого не увидеть до судья подойдет увидите краску и у него есть как бы принятие решения он как бы может сделать вот так стереть что это краска дали бы ты обтерся либо он тебя скажет out и выведет себя ну понят шар желатин вроде все это легко отстирывается но тем не менее вижу там специальные вас худи там и так далее это какой-то ну с них легче стирать или это для повседневной жизни это обычный санскрин а есть какие-то вот именно садились до форму да есть форма конечно у какой-то особый материал это или нет сейчас современная форма это моя форма в которой мы только что отыграли турнир она имеет супер облегченную ткань как показать какую ну так но это не мембрана какая-то может потрогать на вид как полиэстера вроде с хлопком что-то она супер легкая супер дышащая она не как-то отталкивает воду даже есть у меня такая технология это супер удобно она тянущаяся она чуть-чуть свободная то есть она не сковывает твоих движений никаких фамилии там написано что red legion red красный да это наша команда красный легион ну это в рамках современных нам пришлось немножко переменоваться советская мотивация была когда назывались но команда и знать но зародилась вообще давным-давно в девяносто пятом году и она ну как бы вот не меняла своего названия себя придерживался одной цветовой гаммы сейчас как называется официально называемся russian легион и единственное как бы red legion это наша так сказать альтер эго клубные клубные да ну и как мне в америке понятно вот не только с американцами же играть международные же игры какие-то конечно но не кто сильный то есть по команду кто с кем тяжело играть сложнее всего конечно с американцами играть да они у них совершенно другое видение пинбола совершенно другая подготовка то есть если мы тренируемся много именно на технику именно на какие-то оттачивания мастерства то американцы просто играют у них свой такой подход к нарабатыванию опыта и они чувствуют игру совершенно по-другому то есть если мы невероятно технично ты смотришь на них как ты так вообще стреляешь но он стреляет и попадает и побеждает но маркирова одинаково держит абсолютно один все 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 одинаково вот ну как бы понятно есть разные фирмы маркиров разным в общем оборудование но смысл один тот же скорострельность одна и та же то есть шарик один тот же все все одинаково вот она мировой арене помимо американцев у нас играют сейчас латиноамериканцы это команда latin saints есть команды из чехии и затем латиноамериканцы это сборная что ли она идет там нет мексика чисто мексика нет ну просто латинская америка там много стран объединяет ну да есть вторая команда иностранная это ml kings они из чехии но там там сборная солянка мы как бы но команда базируется в чехии и мы россии да там не поляков не французов никого есть только отдельные игроки какие-то которые люди проявили себя до которые там попадают в американские команды есть очень сильные французские игроки а почему с чем так связано в россии ездит там мексика понять сша вам вообще в сша есть но это труба и затратные на самом деле не каждый желающий может попасть но и понятно отбор конечно это профессиональная лига это самая сильная лига в мире соответственно есть лиги меньше ну как 9 дивизионы ниже и соответственно когда ты выиграешь ниже дивизион попадаешь в дивизион выше это как бы долгий путь если такие корифей вы там засели вчетвером друг друга лупить и не французы беру не португальцев не пускаете что за дискриминации я просто поясню там вопрос надо небольшое пояснение дать дело в том что допустим вот есть четыре дивизиона есть допустим первый второй третий четвертый там и пролик 5 5 дивизион и во в каждом дивизионе есть определенный пул команд там 25 команд в каждом дивизионе в америке дело в том что почему в америке и более это развит тогда и лига там проводится потому что наибольшее количество команд в пуле это именно американские команд потому что у них там мы как-то поддерживаются и я не знаю как они это делают непосредственно но там из допустим 100 процентов команд 99 процентов это именно американский и точно также в про дивизионе 25 команд из них допустим вот и молкинг лайнд сейнс красный легион вот все все остальное это американские команд вот настолько там много команд что целесообразнее именно лигу проводить и проводят они там соответственно был бы у нас в россии там 150 команд у нас есть в европе есть в европе лига тоже но она точно так же он этот же также на ксел то есть американская лига мировая на ксел национальная иксбольная лига и есть такой же на кселу в европе такой же пул команд все то же самое только разница в том что они приезжают играть в америку только на чемпионат мира это называется world cup это в конце года проводится среди лучших команд со всего мира уже отдельное так сказать соревнования и туда вот приезжать как раз лучшие европейские команды то есть они соревнуются с теми командами которые выступают в обычном an excel а помимо в американском то есть вместе с нами вместе но вы были в европейском кубке до команда русский легион последний раз выиграла в девятнадцатом году именно европейскую серию первое место да это это не просто выиграть турнир это выиграть всю серию турниров это как ну футболе но может выиграть отдельный матч все равно лига чемпионов да как лига чемпионов да 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 только грубо говоря in excel европа это еврокубок да так даю а соответственно тот кто выигрывает еврокубок тот следующий шаг это уже лига чемпионов вот здесь то же самое есть еврокубок это in excel европа и лига чемпионов это турнир то есть для чего выиграли то есть не получите пенсионов брандли выиграли же это серию в европе и выиграл серию в сша и получается что нам дорожка в европу теперь закрыта но по крайней мере в том же составе то есть нам надо полностью менять состав и выставляться да тоже какой-то бред вас выводит в какие-то эти корифеи какие-то обмазанные венками там и лаврами и все и не не допускают да и до грубо но то есть это на год действует нет вот уже я так понимаю это пока не отменят это правило но на данный момент мы не выступаем в европе именно по этому правилу отдельные игроки ездят играть за другие клубы но это правда это вот например как канадскую сборную сейчас запустить вот наш ледовый дворец с детьми играть или не или все может поэтому как бы ну что вы просто рвете там и нет смысла с вами абсолютно верно то есть профессиональные команды которые выступают в америке они на порядок выше играют европейцев то есть сильнее и если вы запустить всю команду из nxl америке она естественно там порвет так же как команда там из нхл а какая-нибудь наших кхл просто это не интересно даже незребельно смотри ну конечно да и вам самим это не надо абсолютно верно и соответственно но профессиональным клубам запрещают делать такое но разрешают отдельным игрокам то есть есть европейская команда ты можешь не приклеить да они могут тебя купить ты можешь ними играть там если я не ошибаюсь то до двух игроков ты можешь из-за меня тебя звали например нет азиатам на самом деле в америке меня больше называют пупы артариканцы почему-то да ну так не местные кто виден могут спутать либо брону ты забыл балалайку и медведя путают но все же вот этим то жить то можно да вот и профессионально занимаешься как бы спорт все равно ты где-то работаешь или это напрямую это вот все твое хобби это твое бизнес да я работаю но так получилось что я вел обычный образ жизни обычный человеческий дай работал на работе они человеческим у всех разные у меня была работа она же есть я также занимался пинболом но не в этом клубе который за который соответственно приходилось платить как и как и все да кто играет спинбол они платят за тренировки за шарики за оборудование и вот я играл в таком клубе он к сожалению закрылся работа осталась и получилось так что я попал на открытую тренировку вот к ребятам из русского легиона они меня заметили восхитились им понравилась моя игра и предложили попробовать себя то есть главное условие это ходить на тренировки и тренироваться то расходка это за счет клуба или да все уже да тут уже при у тебя нет контракта никакого тебе платит конечно к этому вернемся соответственно основное условие приходить тренироваться тренировки все с утра соответственно ты тратишь практически целый день на то чтобы добраться потренироваться там помыться отдохнуть и добраться до дома вот а моя работа получилась так что я имею возможность работать удаленно и я сохранил свою работу плюс попал в клуб возвращаясь к вопросу о контрактах до профессиональным игрокам платят за это можно жить или нет на этом можно жить можно да то есть хобби который любимое дело до ночи и ты живешь и да но это не это уже получается переходит из любимого дела ну понятно работу 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 да потому что есть определенная ответственность соответственно ты должен поддерживать себя свое тело в состоянии чтобы выступать на мировом уровне сколько тренировок неделю практических то есть это шариками со стрельбой со всеми делами три тренировки в неделю технических плюс один спарринг на выходных спарринг это когда у тебя есть еще одна команда то и две и вы с ними уже играете полноценным то есть как бы это внутри клуба или нет с другого это с другого клуба может только как облупленных там друг другу знаешь с тактикой по москве да но все равно как бы для этого есть тренинг который который знает твою команду знает свою команду и принимает правильно технические предложения технические усилия можно ли в пейнтболе семидесятилетний человек ради бога в профессиональном прям 70-летнего нет но есть ребята возрастные которые играют до сих пор сейчас в том году вернулся легенда мирового пинтбола оливер лэнг если мне не изменяешь куклу память ему наверное лет под 60 может там 50 копейки и он играет то есть ограничение по возрасту в этом спорта нет только здоровья но у вас тоже медосмотр на из теста у нас страховка дальше ну страховка включена понятно это уже логично одна игра и может длиться на не знает девяти секунд это рекорд рекорд нашего клуба поставлены 2019 году ребята взяли point то есть выиграли но это на соревнованиях не да мне детей разбомбили нет конечно соревнования за 9 секунд вот и также ты можешь играть не на 10-15 минут не по количеству шаров собой бункерах вы сколько там можно ограничить и ограничен не ограничено поэтому да ты можешь взять из разряда там чтоб 15 запасных туб 15 туб это сколько у нас коробок по пару коробок до 15 топ ну что в одной тубе 150 групп шаров умножаем на 10 полтора коробки грубо это полторы тысячи шаров можно взять с собой по 3 грамм ну то есть это уже вес набегает нормально надо еще как погремушу плюс еще фидер там насыпал еще фидер побольше кто-то за щеки 2 на вас нет такой да или какой-то вот классовое подразделение там есть на кто-то вот там кемперит издалека кто-то штурмовик конечно конечно в спортивной пинболе есть роли роль амплуа да вот мне сергей амплуа амплуа нападающего это человек который имеет не очень много шаров это как правило 4 5 запасных туб боевик такой да быстрые которые бегут вперед со старта много ползают легкие и узкие что в него не попали как правило я нападающий нападающий это всегда но не меняется да то есть вот в рамках технического тактического какого-то перестроения ты можешь там сыграть через полузащиту нужно обмануть соперника ну да они уже знаешь это ты ты побежишь да у тебя побежит точно такой же как ты только американец абсолютно вот соответственно падающий полузащит который играет вместе с тобой за твоей спиной прикрывая тебя и защитник защитник это вот как раз человек который имеет очень много туб который отстреливается там издалека который руководит процессом точно видит сзади беседа он все видит он всем подсказывает вас как это есть только за счет своего матюгальника ну типа то есть не рации у вас не гарнитуры ничего и это очень интересно когда тебе ты стоишь за фигуры фигурно-дуна и тебе стреляется противник в нее то есть он такой гул ты стреляешь все стреляют вокруг там сквозь это всегда и это еще все надо докричаться чтобы тебя услышал почему нельзя не использую гарнитуры то вроде удобно и ничего же это не мешает никому не могу сказать но правилам запрещено все же сергея на вопрос стены больше но пейнтбол домой уж сколько я не знаю я его знаю там с 2005 года там у нас вот в астрахани допустим играли и ребят тоже выходили младиатор они там кто-то там легионеры там были какие-то команды создавать вот тип мана а вот эти помним все привыкли маркеры почему ну вот клуб у вас существует тоже давно чем почему вот у нас ну как ну мало таких активистов которые играет или постоянного кости к там человек человек 100 которые вот именно занимаются чем не идут люди шишек боятся во-первых и не дешевый вид спорта это раз я понимаю прекрасно понимаю это раз во вторых многие до боятся элементарно то что там шарик попадется и ничего все дела вот но это тоже пол беды скажем так очень мало конечно с должным образом оборудованных площадок поэтому это в регионах чуть дальше от больших городов все это лесной пейнтбол если кто-то там сделал площадку то есть и в основном это тянется именно на плечах от руководителя клуба и команда которого то есть возле он сплотилась там вот есть у нас сейчас мы лазер так больше конечно занимаюсь потому что ну как были люди по этому направлению ради бога я готов чем угодно лишь бы движуха была там дальше уже приляпают как говорится тут комок начинай катать и дальше начнут приятно потому что у нас одно время когда вот команда была нас что-то собирал человек по 30 просто да ну как бы костяк постоянно костяк был где-то человек ну 10-15 остальные там и игр собирали по 30 по 40 по 50 по 60 человек такое тоже было просто в какой-то момент люди перерастают это или там становится неинтересно еще что-то или я-то я потому что к собираю людей всегда говорю я в плане вот себя я не особо амбициозно в плане команды мне хоть чтобы команда ездил чтобы она как там продвигалась потому что мы кобыли вот мы же ездили сколько года три-четыре подряд мы прям ездили практически на все региональные соревнования а строение оттянул от вас людей не знаю наверное оттянул не часть 1 состав да первый состав который был там сформировалась там сколько было день там до страйкбол играет но опять-таки играет для них дело в том что пейнтбол как тактическая история он больше развлекательный и мероприятий по тактическому пейнтболу проводится не очень много а для того чтобы на спорте там нужен результат не то что результат нужно работа прямо действительно работа потому что сейчас из-за последних событий часть людей которые слабо мотивированы отсеялись остались в основном команды сильно мотивированные и конкуренция пускаю скажем так концентрация команд которые действительно хорошо играют стало больше то есть ты приезжаешь как новичок и те там втыкают просто как здрасте ты такой да чет над этим делать либо уходить либо заниматься для того чтобы заниматься нужно вложить но в любом случае как ты говоришь прием там но среди тусовки не изменился мне все нормально в этом плане да все поддерживают спонсор поддержки с уроками там сша спонсор техасов нас мы мы поддерживаем спонсоров все все друг другу помогает да спонсор вас кто они импортные или до компания дай нож в кепку да это наш основной спонсор у нас все оборудование от них то есть этой маркера шары всего они все кроме шаров кроме шара шары у у нас другой спонсор это компания очки армия хекклер и кох как очки это хекклер и кох это хостел кит но есть дословно леводит вера кошел шары выпускать да по основном по оборудованию по маркерам по маскам фидерам это вот на наш спонсор дай американская команда там с 92 года производит сейчас вот выпустим ролик все да и на санкции наложен сами американцы на них наложены что такое в русский спонсируйте там под видом маркировки запрещенные в россии организации мы ничего не запрещали они сами там свиньи свинчиваются тем не менее да поэтому по срезу последнего года гает победила среди колл продажи кока-колы который нет в россии турецкой вот но в принципе что спасибо за интересный рассказ вот желаем тебе спортивных успехов чтобы вот эта вся грубо говоря ситуация никак не влиял вообще на спорт не на какой развитие хотелось бы балаков чтобы наши ребята тоже ездили при поддержке и занимали на россии хотя бы пусть места и мы тоже гордились бы все тем что у нас развивается такое вот ну тут не знаю может быть какая-то из предприятий нежно обнимет вас своими руками то есть предприятие зависит у меня есть пара идей будем сейчас немножко со здоровьем поправлюсь работать нам больше администрации нам главное не мешать вот один раз поможете и потом администрации туда не так не мешают они не мешают они просто не знаю да ну подожди сейчас начнут а так мы рады любому сотрудничество с администрацией с любыми другими работами с предприятиями ну все на этом все сергеем развития данили спортивных успехов приходить давай медалька не фигасе медальки помимо модных шорт у данил есть медаль ничего себе с чикаго с чикаго лично дон капон и на все мафиози скинулись и классная медаль действительно сделано круто очень отлично все всем спасибо пока описание как вступить в клуб к сергею все будет под ссылочкой в ссылке в описании до свидания все добро